Здравствуйте, глубоковажаемые любители летных видов спорта! А у нас очередное безмонтажное видео, которое называется Случай на границе Мы готовимся с Летаурусом пересечь границу Италии и Франции Это вообще банальность для нас на самом деле Потому что, посмотрите, вот вершина, за которой граница находится Вот она, раз, чпок, и мы уже в Италии Опа! Это самое красивое место, где можно пересекать границу Конвергенция, восходящий поток и так далее, и там подобное И вы спросите, как же вообще так вы... Как же вы вот так вот все делаете, это так? Вот так вот взяли, даже радиостанцию не включили И не сообщили, что вы собираетесь пересечь границу Италии и Франции Ну, во-первых, друзья, во Франции не нужно подавать план полета Ну, если мы не летим, допустим, не вылетаем из зоны Гольф Там, ну, при определенных условиях, скажем так Можно не подавать план полета Можно подать, если там нужно подниматься будет С запросом диспетчера куда-нибудь Но, в принципе, можно многие вещи сделать прям в воздухе То есть мы сейчас хотим, например, зайти куда-нибудь и говорим Мы хотим туда-то по радио Связываемся с диспетчером И он нам что-нибудь разрешит такое Ну, вот в целом, вот такой полет, как сейчас, производится без Давным-давно, ну, никак не давным-давно По законам итальянским, в принципе, мы должны сейчас Вот оказавшись в Италии Вот, крыло правом Тьпунь Мы уже в Италии Мы должны, конечно, сейчас сообщить, что мы в Италии Связаться с диспетчером Турино И до этого у нас должен быть поданный флайплан Если мы дальше планируем лететь по территории Италии Много, ну, да, особенно если где-нибудь приземляться Но, если не происходит, скажем так, длительного нахождения на территории То допускается вполне вот такой залет, как сейчас Никто не требует там, ну, быстренько там Вот вы тут нарушили границу на 500 метров Что ж вы теперь делаете? Поэтому все хорошо В свое время немножечко диспетчера, так сказать, буттовали Советовали подавать флайплан и так далее Что-то требовали И тогда Клал Сольман как-то совершил Подговорил всех слетать множество сюда в Италию И все залетели в Италию Связывались с диспетчерами Устроили им полный там Юху-Гречу Ну и все поняли, что избыточно для планера Вот это регулирование пересек границу туда, пересек границу назад Там плюс планер достаточно ненегулируемая штука И нашелся вот такой некий компромисс Если мы залетаем чуть-чуть Ну, соответственно, никаких там особых там Не делаем телодвижений Это, конечно, дико удобно, друзья Потому что вот эта граница двух государств Она тянется вот куда крыло показывает Далеко-далеко Видите, сейчас облака низкие на территории Италии Облака высокие на территории Франции Поэтому в данном случае граница между государствами совпадает с границей между воздушными массами Я тут, видите, в районе скалы вешу Поэтому летаю аккуратно Ну вот тоже же сердце Сейчас мы над ним пролетим пониже Я вам, как обычно, немножко похулиганю над ним Ну и хотел бы я, конечно, вам вот эту красоту показать Красоту и ту свободу, которую, конечно, дает планер несравнимую Мы еще в восходящий поток попали Эх, ух У меня одевает мой Капайлот Ты кислорода хочешь? Сейчас я снизусь Капайлот, скажи Спасибо Тебе нравится каждый день летать сюда? Да Как на работу? Да Я привык Да, друзья, у нас такой веселый экипаж Капайлот веселый Он, конечно, сейчас молчит, потому что наслаждается видами И скромничает А так он весь полет смеется, шутит И не знаю даже, как вот описать вам Позитивен И у нас практически Такой звездный экипаж получился И, да Мы вот уже третий день подряд, как на работу летаем На озеро сердце Отработали все маневры, проходы над ним Кстати, посмотрите, редкое озеро Сейчас я вам залечу еще раз Куда-нибудь Сейчас покажу в Абокорзии Вот Вот у нас озеро очень красивое здесь На нем даже кусочек снега еще лежит Не знаю, как это назвать Озеро Динозавр Можно назвать Как? Пятки Озеро Пятка? А, да Озеро Пятка Розовый снег лежит Привет был с Сафаром в свое время Да Вот здесь красивейший пейзаж Такие немножко зеленоватые скалы Почему они зеленоватые? Я думаю, какая-то медь Кто-то разбирается в промышленности меднорудной Может прокомментировать Ну и, конечно, здесь вот полный кайф вот так полетать Потому что я сейчас специально, друзья, вылетел из восходящих потоков Не хочу больше высоты набирать Я же вам обещал Озеро Сердце Ну вот свобода какая-то Такое вот это перемещение Я, конечно, ее очень ценю Я надеюсь, что эта свобода Когда-нибудь наступит во всем мире И, например, там можно будет Над тем же главным Кавказским хребтом летать Так же вот Территория Российской Федерации Территория Грузии И ты по этой штуке там шпаришь Давайте чуть-чуть залетим В эту конвергенцию Сейчас ниже облаков найдем проходик Было бы, конечно, это просто прелестно Если бы такое можно было сделать Ну, понятно, что по ряду причин Сейчас такие действия невозможны И это, конечно, расстраивает Второе, что расстраивает Это, конечно, немножечко То, что по военным, пограничным и всяким целям Огромное количество воздушного пространства бывает закрыто И планеристы не могут попадать туда, когда они хотят То есть вот Хочется вроде туда Хочется там, не знаю, на Сахалин, на Камчатку А я прекрасно понимаю, что когда мы туда прилетим Например, то будет столько телефонов Связанных с регулированием воздушного пространства Что нормально-то и полетать-то будет тяжело Поэтому мы очень ценим Южные Альпы С их мягким режимом Здесь есть запретная зона, например, куда мы не залетаем Вот если посмотреть на карту Вот есть зона, куда вот мы Не знаю, что здесь треугольничек такой хитрый Вот он за вот этими скалами находится Так, ну ладно, я могу бесконечно много развлекать рассказами Ну, идея ролика была Часто задают вопрос А как вы пересекаете государство на границу? Да вот так вот При этом это граница Также мы пересекаем границу с Швейцарией И в Швейцарии единственное воздушное пространство Если у нас тут 5800 над Альпами можно набирать То в Швейцарии это все ниже 5100, по-моему И иногда планетисты это забывают И в районе Матерхорна, в общем-то, хулиганят Поэтому Клаус нам на брифинге всегда напоминает Ребята, давайте там без хулиганства Ну, от озера сердца, к сожалению, солнце ушло Как оно хорошо было освещено солнцем Но теперь нам придется нам совсем некрасиво летать Так, ну что ж, снижаюсь, смотрите, друзья Увеличиваю скорость Я сейчас летал на 150 км в час Разгоряюсь до 180 км И начинаю по дуге ходить вокруг озера Ох, такой сильный поток восходящий Не получается Ну что ж, в этом случае есть я только одно Как не любит у меня мой курсант Литаурус Что я сбрасываю высоту на интерцептор Он говорит, я ее с таким трудом набираю Товарищ инструктор, вы просто насильник Раскетитель социалистической собственности Ну да, вот, то есть Ну а что делать? Я же должен снизиться к озеру Ага Вот, я почти снизился Снизился я, кстати, низко достаточно Снизился Вот оно, наше озеро сердца И я хотел показать, что за перевалом Который сейчас у нас под фюзеляжем Еще есть еще одно озеро сердца Вот оно Ну, конечно, оно такое более кривое сердце И я всегда рассказываю историю Что я вот этот перевал Назвал перевалом разлуки Который разлучает два сердца Сердца Но когда-нибудь там он пропадет И два озера сердца сольются Такая вот вам была Вот, смотрите, на них оба Такая была вам немножко сказка Так Кто-то искал впереди, но кто-то смотрит И сделал я пару фотографий Потрясающего вида Очень редко, друзья, здесь такая погода Чтоб прям так близко облако стояло А еще более редкий вариант Когда озеро сердца Оно еще и подсвечено солнцем красиво Потому что часто в этом месте Бывают кучевые облака И они создают мощную тень на это озеро И оно выглядит, конечно, не так потрясающе красиво Как сейчас на ваших голубых экранах По нему дует ветерок Ветерок видно дует Вот так, как сейчас крыло Что у нас показывает Компьютер мой показывает тоже Что этот ветерок дует И, кстати, снег Видите, показывает снежинку Значит, у нас минусовая температура А я в шортов И, Тауров, ты в шортах? В шортах Экипаж, как это, литовских шпионов Летает в шортах В колодрансе такие В колодрансе, да Мы в Чеченскую республику так, конечно, не попали бы Ну, кстати, друзья, я уважаю, так сказать, всех там Мусульман И всех остальных Консессий, религий, христиан Идеалистов Там, кого-то еще Можно подозревать Но я, знаете, что я не уважаю? Я не уважаю то, что если Например, есть же Российская Федерация И вроде как на всей территории Российской Федерации Одни и те же законы Но почему-то на территорию Чечни нельзя приехать и ходить там в шортах Как-то меня туда приглашали Я спросил, а в шортах пустят? Нет, говорит, в шортах не пустят Вам придется одеть штаны Но я не поеду туда никогда Пока, так сказать, меня не разрешат ходить там в шортах Потому что для меня это глупость Если бы это была суверенная страна Где был закон, который запрещает жителям страны ходить в шортах Ну я бы, наверное, первым бы туда поехал И ходил бы в штанах Но это же вроде как считается территорией Российской Федерации Вот кто-нибудь здесь можете покомментировать Кто-нибудь объясните мне, почему на территории Российской Федерации Граждане Российской Федерации должны соблюдать какие-то местные непонятные законы И ходить в штанах вместо любимых шорт Смотрите, вот летаем в шортах на такой высоте Так что буду признателен за такое вот обсуждение А между тем мы скидились до высоты Ну, кстати, как я тут летаю Видите, по-сверху каменную гоняю на этом планере Страшно мне до безобразия Я, наверное, принимаю решение уже пикировать на озеро сердце Потому что высоты уже не так много Мне страшно? А мне нет У нас высоты еще на гендерах Страшно? Что, еще один гендерах? Нет Точно нет Я сейчас делаю дугу, такой разворот с пикированием И пикирую на озеро Кстати, солнце лучше, сказать, давай, друзья Эй-кей-кей-кей-кей-кей Проходим максимально низко В принципе, мне бы хватило высоты еще на один заход домой мой так сказать ученик будет против ты меня пугаешь почему нельзя еще один проход сделать это становится небезопасным да потому что здесь плоскость то что вы наблюдаете это равнина после озера и все скалы нет уклона практически иначе в это озеро вы так вытекло и мы по этим ветер достаточно приличный дует ряк везде на озерах ну бы с не очень страшно по этому плату страшно нам идти не хочется но только в конце плата я могу себе позволить еще сделать один кружочек озеро вам еще какой-то показать озеро запятая да это был разгон на пикирование после озера запятая ну такой маневры все должны быть отработаны потому что если немножко пилот не чувствует свой летательный аппарат то конечно на таких маневрах можно смело так сказать не успеть выйти например с пикирования здесь у нас замечательная база наших туристов сюда входит тропинка подниматься за один день можно дойти можно записаться на ночевку переночевать здесь прекрасно это не очень радуется когда мы над ними пролетаем тоже пониже сейчас вот там какие-то люди ходят тоже в общем-то он спикируем вот и вот еще одно озеро прямо по боку тоже скалы озеро очень красивое я не могу не делать вам на дне маленький кружочек еще товарищ товарищ студент вы как еще живы там еще живы хорошо тогда крайне проходит уж очень свет сегодня озеро хороший еще хочется ряд ли подергивается друзья обожаю здесь летать я многократно снимал здесь ролики на каждый раз летаю каждый раз прям очень радуюсь потому что виды поражают воображение давай может низко над ним пройдем как-то не против она берем потом конечно берем там куча впереди огромная числа все вот слова на берем такую погоду можно даже не думать то я зайдусь чуть дальше тут эти всякие вот эти речки водопадики и так далее сейчас я снижаюсь пройдем пониже над озером вот так вот Как в фильмах про истребителей? как в фильмах про истребителей эти плаги энергетика беседы сбрасывает высоту набирает высоту красота набирать мой студент будет прямо по курсу забираю управления все теперь твои можешь летать спокойно прям по курсу отличное облако мы сейчас наберем нам до дома не хватает до дома 87 километров 1300 метров у нас высоты наберем метров 800 и помчимся помчимся домой это такой друзья был ролик и такой валик и безмонтажное видео как вы любите прям кусочек нашей жизни очень хорошего настроение да мы воем от восторга иногда так вот свободно в небе альпийском погода бомба контент огонь до новых встреч в уважаемые любители лет и вида спорта